И снова здравствуйте! В прямом эфире телеканал Санкт-Петербург. Продолжается День города. Сейчас традиционная наша телевизионная консультация в прямом эфире. Сегодня мы будем обсуждать тему не очень, можно сказать, простую, но которая очень актуальна и, самое главное, волнует многих. Я сразу представлю нашего эксперта, очень авторитетного врача, во-первых, заместителя главного врача по перинатологии и педиатрии Федерального центра сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Северо-Западного государства Медицинского университета имени Мечникова, доктора медицинских наук Эдуарда Комличенко. Эдуард Владимирович, здравствуйте! Огромное спасибо, что пришли. Я сразу обращаюсь к нашим телезрителям. Мы сегодня будем говорить о новом перинатальном центре, который у нас в Петербурге работает. Затем будем говорить о заболеваниях сердца матери, как можно или не можно планировать беременность. То есть все эти вопросы, а также заболевания сердца у новорожденных детях. Вот этот спектр вопросов. Сейчас, соответственно, Эдуард Владимирович, меня поправит, если я что-то напутал. Мы будем обсуждать. Вы смело можете присоединяться к нашей беседе. Звоните по телефону 635-85-72 и задавайте все необходимые вам вопросы. Эдуард Владимирович, тогда вот буквально пару слов о вашем центре. Добрый день, дорогие петербуржцы. В начале нашей беседы мне бы хотелось действительно сказать несколько слов о том, чем является перинатальный центр. Перинатальный центр Федерального центра имени Алмазова был открыт 1 ноября 2010 года. Это специализированное подразделение Федерального центра имени Алмазова, которое специализируется на лечении заболеваний сердца, сосудов, эндокринной системы и болезней крови. Концептуально, ну вот так, чтобы это было, может быть, немножко сразу интереснее и понятнее, Я думаю, в реализации этого проекта это такая достаточно нечастая ситуация, когда сначала возникает передовая идея, эта идея возникла у нашего директора, академика Академии медицинских наук Шлихто Евгения Владимировича, о создании специального лечебного подразделения, в котором бы женщины с тяжелыми заболеваниями сердцем и сосудов могли бы реализовать свою репродуктивную функцию. Естественно, эта идея не случайная, потому что до этого многие клиницисты, занимающиеся заболеваниями сердца, крови, эндокринной системы, сталкивались с той ситуацией, что многим женщинам, которые хотели беременеть, хотели рожать, но в силу своей вот такой тяжелой соматической патологии врачам приходилось отказывать или уговаривать их не идти на эти высокие риски. То есть это фактически подтолкнуло открыть специальный перинатальный центр, я правильно понимаю? Это подтолкнуло не просто его открыть. Понимаете, в чем суть? Ведь мы знаем, что в городе есть родильные дома, есть институт акушерствия и гинекологии имени Отто. Серьезное такое учреждение, где занимаются помощью женщинам и в том числе и не совсем здоровым, с другими патологическими заболеваниями. Но суть перинатального центра заключается в том, что он является подразделением многопрофильной клиники, где одновременно плечом к плечу работают и акушерогинекологи, и педиатры, и неонатологи, и кардиохирурги, и эндокринологи, и гематологи. И все это специалисты высочайшего класса. Это первое. Потом используется, если так можно выразиться, общий технопарк. Не надо для отдельного подразделения создавать сложную диагностическую дорогостоящую базу. Мы все имеем возможность использовать все лабораторные возможности центра федерального в целом. Центра Алмазова. Все инструментальные. Именно Алмазова. Все консультационные моменты, связанные с привлечением узких, ультраредких специалистов, которые у нас, к счастью, имеются. И, естественно, это позволяет, с одной стороны, удешевить помощь в экономическом плане, с другой стороны, сделать ее оперативной и очень точной. Точной, прицельной, достаточной. Эдуард Владимирович, на ваш профессиональный взгляд, можно ли проследить какую-то статистику относительно всех этих, я их назову общим, примитивным выражением, трудных беременностей в Петербурге? В Петербурге, да. Ваш центр, он как-то спас ситуацию, улучшил ее? Значит, ситуацию спасти невозможно в целом, да? Да ее и спасать не надо. Я должен сказать петербуржцам, что Санкт-Петербург имеет самые лучшие показатели по качеству оказания акушерской гинекологической помощи в Российской Федерации. И наши цифры, это реально абсолютно не какие-то статистические такие выверты, они действительно близки к европейским на сегодняшний день. И в этом огромное достижение, собственно говоря, Петербургской школы, которую возглавляет академика Илла Мазян, директор института имени Отто. Поэтому в этом плане вроде бы спасать ничего не надо. Теперь о своей лепте. Ну, наше учреждение имеет возможность оказывать вспомощь в плане родовспоможения примерно 2,5-3 тысячи родов в год. А это большая цифра или... Нет, это цифра, это где-то 2%, 2,5% от всех родов, которые происходят в Санкт-Петербурге. Ну, к нам же приезжают со всей страны. Ну да, надо понять, что это центр федеральный, и он предназначен для оказания помощи именно проблемным пациенткам, которые действительно к нам попадают со всех регионов Российской Федерации. И соотношение на сегодняшний день примерно такое. Это где-то 55% жителей Санкт-Петербурга, 11-15% это Ленинградская область, а остальное это регионы Российской Федерации. Причем мы, как бы эти цифры анализируем, каждый месяц к нам поступают пациентки и пациенты-дети из 13, 15, 20 регионов ежемесячно. Эдуард Владимирович, а как вам можно попасть в центр? Что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, если говорить для граждан, жителей города, то методика такая. Женщина, страдающая той или иной патологией и до беременности, или на момент уже наступившей беременности, обращается в амбулаторную сеть по месту жительства, в женскую консультацию. Там, естественно, оказывается тот объем помощи, который ей необходим. Если врачи женской консультации считают, что целесообразно в силу вот этого заболевания, которое диагностировано у женщины, или нескольких заболеваний, а все лечебные учреждения города, они хорошо осведомлены о нашем существовании, мы со всеми неоднократно встречались, обменивались информацией делового характера, и у них есть перечень всех показателей. Да. Врач направляет к нам, и на основании направления, выданного в женской консультации, оформленного в соответствии с теми требованиями, которые имеет вот эта медицинская документация, женщины приходят, и у нас есть консультативное подразделение, и там уже их консультируют наши специалисты на бюджетной основе. То есть бесплатно? Да, на бесплатной. Хорошо, давайте здесь я вас прерву, потому что телезрители хотят уже присоединиться, задать какие-то вопросы. 635-85-72, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. У меня был врожденный порог сердца, это в 61-м году определили при рождении. Вот, но 43 года мне исполнилось, я была у кардиолога, и вынесли, значит, резюме, он спонтанно закрылся, этот дефект. А дефект был в межжелудочковой перегородке. Вот это может быть и какие-нибудь последствия, или как-то я здорова уже. Угу. Спасибо. Эдуард Владимирович, вы сможете ответить? Ну, суть вопроса заключается в том, здоровы ли вы кардиологически, или это касается каких-то репродуктивных проблем. А давайте коснемся вот репродуктивной функции. Наверняка это не единственный случай среди женщин. Что касается проблем, связанных с деторождением у женщин, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. За наш достаточно пока небольшой период работы, работы мы, я вот сказал, с 1 ноября 2010 года, у нас рода разрешено 62 женщины с пороками сердца. Из них 55% женщины, которые перенесли хирургическое лечение по поводу пороков сердца, различные виды протезирования клапанов, и 45% те, которые имеют эти пороки, но которые хирургически не корректировались. Конечно, по большей части женщины, страдающие пороками сердца, сосудов магистральных, они имеют возможность на сегодняшний день рожать. Но надо понимать такую вещь, что прежде чем получить эту долгожданную беременность, выносить ее и родить, женщина должна пройти обследование. И, естественно, не во всех ситуациях, скажем так, это не только касается Российской Федерации, любой страны мира, к сожалению, не все ситуации позволяют выполнить репродуктивную функцию. А когда, например, у вас спрашивают, ну вот женщина, которая хочет завести ребенка, вот стоит или не стоит мне беременеть? Когда вот вы говорите, что не все, к сожалению, случаи могут быть удачными решениями. В каждом случае, конкретно каждой, мы говорим то, что мы думаем именно об этой пациентке. Вы знаете, не так часто мы встречаем тех пациенток, которым можно и нужно сказать категорически, беременность будет представлять смертельную опасность. Ну это редко. Ну, не так часто, скажем так. Даже не буду называть какие-то проценты. По большей части эти вопросы удается разрешить. И должен сказать, что вот по нашему опыту, даже вот иногда страшно вслух произносить такие фразы, но за тот период, что мы поработали, полтора года, нам удалось всех женщин, которые у нас рожали, они все остались живы. Вот это главное ваше достижение, я думаю. И мы тоже считаем, что это... И то, что медицина не стоит на месте. Мы тоже считаем, что это кое-что. Это очень важно. 630, да. Ну хорошо, уже скажем. Не ты говори. 635-85-72, телефон прямого эфира. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, говорите. Алло, алло, мы вас слышим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Вот у меня с рождения врожденный порог сердца мне поставили, да? Вот, я наблюдала все 25 лет. Вот, и в 26, как бы, вот я пошла уже по ной к врачу, и мне сказали, что у меня был стынос, сейчас вам скажу, восходящий до геоорты. Вот. И а теперь мне говорят, что он рассосался. Все, его нет. Возможно ли такое? Вот такое вот сужение было, да? Врожденный порог сердца все время ставили, а теперь стынос, был стынос восходящий до геоорты, а потом уже вот все, уже у вас ничего нету, у вас аритмия, и вот скажите, пожалуйста, вот как оно может быть? Понятно. Эдуард Владимирович. Единственное, что я бы хотел попросить наших телезрителей понять, что я по профессии акушер-гинеколог, и мне бы больше было, ну так скажем, и для жителей города, и для меня было бы намного правильнее отвечать на вопросы, которые касаются родовспоможения, да? Чисто кардиологические проблемы, у нас есть свой штат кардиологов, и я с этого начал, что принцип и смысл создания перинатального центра в условиях федерального центра имени Алмазова – это ближайшее, теснейшее сотрудничество кардиологов, кардиохирургов и акушеров-гинекологов. Я представляю ту часть медицинской помощи женщинам, которую осуществляют непосредственно акушеры-гинекологи. Хорошо, Эдуард Владимирович, тогда вот я спрошу вас, коль мы начали говорить о заболеваниях сердца, ну так или иначе, то, что вы консультируете и даете советы женщинам, у которых есть там заболевания сердца, на ваш взгляд, существуют ли какие-то критические заболевания сердца, по которым женщинам категорически запрещено рожать? Или уже сейчас медицина ушла вперед, и все можно решить? Ну нет, конечно, существуют заболевания, тяжелые заболевания, и вообще любое заболевание в фазе декомпенсации, оно является категорическим противопоказанием к беременности. Это не только сердечное, понимаете? Мы вот сейчас говорим о сердце. Декомпенсация – это когда заболевание цветет, да? Когда оно преобладает, так скажем, в картине здоровья человека. То есть из декомпенсированного состояния человека надо вывести, компенсировать, да? Нивелировать те последствия, которые возникают в связи с существующим заболеванием. Ведь большая часть заболеваний и сердечно-сосудистых, и эндокринных, которыми мы тоже занимаемся, и гематологических – это болезни хронические. То есть болезни, которые, в принципе, полностью неизлечимы. И задача медицины здесь – добиться ремиссии устойчивой. То есть чтобы человек жил в максимальной ситуации комфорта физиологического. А они могут обостряться, правильно? Да, и при этом надо помнить, что вот мы достигли при каком-то заболевании ремиссии. Беременность – это то состояние, которое у женщины вызывает серьезнейшие изменения в организме. И, конечно, она может провоцировать обострение заболевания. Поэтому всегда вначале надо соотнести эти риски. Может ли женщина, у которой титаническими иногда усилиями, там, гематологов, эндокринологов, кардиологов, удалось добиться какой-то такой достаточно ровной, достаточно ровного, нормального уровня жизни и здоровья. И вот беременность, она может вызвать этот срыв адаптации. Она может обострить это заболевание. Она может усилить, ухудшить его течение вплоть до самых печальных исходов. И вот здесь как раз самая сложная задача. Когда этот риск оправдан, и когда действительно надо категорически сказать. Вы знаете, риск вашей беременности, он слишком высок. Смертельно опасен. Это одна задача. Вторая задача, когда женщина все же... Ну, беременность, это ведь такое таинство, да? Да. Поэтому бывает часто и так, женщина, которой не рекомендовали беременность, она в силу личностных мотивов, и женщине же нельзя в этом отказать. Естественно. Ни в коем случае. Получила эту беременность, не обращалась никуда специально, чтобы вот не слышать это мнение врачебного, так скажем, сообщества, что не надо, не надо, опасно. И вот она появляется уже на горизонте, когда ей уже не очень хорошо, и сроки беременности достаточно серьезные. Причем она знала изначально, что нельзя. Некоторые знали, некоторые говорят, что не очень знали. Это же, говорю, таинство все-таки. И в этой ситуации мы... И вот мы с ней сталкиваемся нередко тоже. Остается только помогать этой женщине. Она уже беременна. Она уже, в принципе, вот-вот может и должна родить. И таким женщинам тоже, в общем-то, приходится... Знаете, Эдуард Владимирович, я с вами полностью согласен, что это и таинство, и отказать женщине в ее праве нельзя. Но, с другой стороны, есть слово «ответственность». Из-за себя. Это хорошее слово «ответственность». Давайте послушаем зрителей. 635-85-72. Алло, здравствуйте. Алло, говорите. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Уже я дозвонилась, когда просили звонить больше по поводу акушерства и гинекологии, чем кардиологии. Но у меня такой вопрос, тем не менее. У меня ребенок с порогом сердца. Ему 7 лет, 5 операции на сердце проведено. Я, насколько знаю, мы общаемся много с родителями разных детей и разных возрастов. В городе проблема наблюдения детей с порогами сердца, оперированными после 18 лет. И многие из родителей продолжают наблюдать своих детей в частном порядке, по договоренности у детских кардиохирургов. Ведется ли в Институте Алмазово все-таки сейчас какая-то такая работа по взращиванию, я не знаю, таких врачей, которые могли бы после 18 лет наблюдать детей, прооперированных в раннем возрасте? Вопрос понятия. Замечательный вопрос и очень тонкий. В Алмазовском центре создано отделение детской кардиохирургии, в котором наши детские кардиохирурги оперируют детей от нуля при необходимости, то есть практически иногда в первые сутки рождения, и в те сроки, которые требуют заболевания, с которым ребенок появился в этот мир. Сроки могут быть разные. Они могут быть либо в неонатальном периоде, то есть в первом месяце жизни, либо отсроченные. Конечно, вы сами должны понимать, что операция у крошки, которая весит 3,5 килограмма, значительно сложнее и опаснее, чем если ребенок уже немножко подрос. Но болезни, они иной раз диктуют ту тактику, которую врач должен выбрать. И эта тактика часто бывает такая, что надо оперировать совсем в раннем возрасте. Потом по нашему законодательству и по устройству нашей медицины на сегодняшний день, действительно до 18 лет детьми, так называемыми детьми до 18 лет занимается педиатрическая служба. Во всем цивилизованном мире, ну может быть не во всем, но в тех странах, на которых мы равняемся, на Соединенные Штаты, Канаду, европейские страны, Швецию, Германию, детские кардиохирурги, они действительно курируют тех детей, которых оперировали в раннем возрасте и в более старшем возрасте, в разных странах по-разному. Мы сторонники этой идеологии, но на сегодняшний день организационно мы имеем пока внутри Алмазовского центра структуру, которая в плане детской кардиохирургии пока можем оказывать помощь. И, собственно говоря, для этого мы созданы именно детям раннего периода, неонатального и раннего младенческого возраста. А после 18 лет получается пока... После 18 лет взрослые кардиохирурги занимаются. А то есть они могут просто перейти к взрослому. И эта сеть очень хорошо в городе Разове, это кардиохирургическая. То есть зарядная же телезрительница волновалась. То есть после 18 лет можно смело идти к взрослому кардиохирургу, и он будет наблюдать. Так оно и есть на сегодняшний день. Другое дело, насколько... Ну это такой вопрос дискутабельный, и в этом плане я не экспертен. Насколько действительно, может быть, было бы и правильно, чтобы даже после 18 лет тот кардиохирург, который оперировал ребенком... Идор, извините, я вас должен прервать, у нас новости впереди. Мы продолжим нашу консультацию сразу после новостей. Мы возвращаемся в прямой эфир. У нас идет телевизионная консультация в прямом эфире. У нас в студии очень авторитетный эксперт, заместитель главного врача по перинатологии и педиатрии Федерального центра сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Северо-Западного государства медицинского университета имени Мечникова, доктор медицинских наук Эдуард Комличенко. Мы обсуждаем проблемы, связанные с очень широким кругом вопросов. Это болезни, соответственно, сердца и беременность. Теперь планируем поговорить об экстракорпоральном оплодотворении, о пороках плода и так далее. Вот, Эдуард Владимирович, перед тем, как мы с вами непосредственно коснемся выше обозначенных тем, давайте послушаем наших телезрителей. Вы смело можете присоединяться к нашей беседе. 635-85-72. Алло, мы вас слушаем. Алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, говорите, мы слушаем. Я хотела бы поблагодарить федеральный перинатальный центр. Я рожала в этом центре 13 октября 2011 года. И хотела бы поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. И я была очень рада, что я попала именно в этот центр, потому что я увидела отношения, хорошие отношения к детям. Когда были проблемы у ребенка, были сразу оказаны все медицинские услуги. Извините, пожалуйста, за, может быть, не очень скромный вопрос. А какая у вас была проблема конкретная, почему вы там оказались? У меня была проблема эндокринологии. И я туда попала именно по эндокринологическим своим проблемам. А другие врачи вам никоим образом не могли помочь, я правильно понимаю? Только вот центр Алмаза вас спас фактически. Ну да, то есть на всем протяжении они контролировали мою беременность. Понятно. И я контролировалась и рожала именно в этом центре. Спасибо вам большое. Я еще раз добавлю, что 135, 85, 72. Вот Эдуард Владимирович, налицо, что называется, благодарность. Вот, кстати. Приятно. Да, еще раз тоже вас поздравляем. Поздравляем женщину, которая позвонила с рождением ребенка. Вот какие все-таки у вас в центре есть методы, которые вы используете при аномалии, допустим, женских половых органов? Да. Должен сказать, что репродуктологическое здоровье женщины, оно рассматриваем мы в комплексе, естественно. И мы начали как бы немножко с другой стороны, с общей соматической патологии, то есть болезни сердца, сосудов. Но для того, чтобы женщина получила беременность, сначала, если так можно выразиться, надо навести порядок в ее основном репродуктивном здоровье. И зачастую, и я хочу, чтобы вот наши жительницы услышали в этом плане о наших возможностях, очень многие проблемы, связанные с женским бесплодием, они связаны с различными аномалиями развития женского полового аппарата. Ну, например, наличие внутриматочной перегородки. Достаточно частая проблема, да? Различные факторы, которые вызывают непроходимость маточных труб. Очень распространенное в наше время заболевание, которое называется эндометриоз, который ведет и к снижению репродуктивного потенциала, так скажем, уничтожая здоровую ткань яичников и ухудшая проходимых тех же маточных труб, изменяя характеристики мышечной оболочки матки. Вот наши возможности в этом плане тоже достаточно велики, и мы выполняем корригирующие операции по восстановлению основных функций женских репродуктивных органов. В той ситуации, когда женщине показано проведение экстракорпорального оплодотворения, у нас есть подразделение, которое выполняет все необходимые методики по проведению цикла экстракорпорального оплодотворения. Я правильно вас понимаю, коль вы сказали про ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, то, что, понятное дело, это большой прогресс в области медицины, это революция, это бесспорно, действительно, слава богу, что эта революция произошла. Получается, ведь с помощью ЭКО можно теперь решить все проблемы, да, бесплодие, или нет? Или я бы не стал так горячиться? Можно решить очень многие проблемы, и поэтому это революция. Прежде всего, экстракорпоральное оплодотворение было, собственно говоря, и основная его идея была создание такого шунта, когда у женщины не функционируют обе маточные трубы или отсутствуют, и у нее вполне нормальные возможности в плане овуляции, то есть возникновения полноценной яйцеклетки. У нее есть здоровая матка, в которой можно выносить беременность, но нет возможности попадания оплодотворенной яйцеклетки естественным путем в матку, вот тогда и выполняется, собственно говоря, процедура ЭКО. Но на сегодняшний день существует масса и других заболеваний, в том числе и эндокринного плана, который хорошо коррегируется этой методикой. Конечно, не все заболевания можно вылечить, но спектр состояний, которые трактуются как женское первичное бесплодие или вторичное бесплодие, которое можно вылечить, используя вспомогательные репродуктивные технологии, значительно возрос. И здесь надо еще отметить, что если раньше мы говорили, что женское бесплодие является доминирующим, и в бесплодном браке, ну если так утрировать... Виновата женщина, да? В 90% и только 10% мужчина, то сегодня мы смело говорим 50 на 50. Существуют серьезные проблемы вот в нашем... А мужчинам вы тоже ведь можете помочь в вашем центре? Да, есть соответствующие службы, которые занимаются здоровьем мужчин, этим занимаются урологи, андрологи, да, которые занимаются мужским бесплодием. И в самом цикле экстракорпорального оплодоварения также есть различные методики, такая, например, как ИКСИ, которые позволяют даже при, ну условно говоря, плохой спермограмме выявить наиболее жизнеспособных, полноценных сперматозоидов и их использовать для оплодотворения. Хорошо, давайте опять послушаем телезрителей. 635-85-72. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. 25 лет назад я родила дочь. У меня вот отрицательный резус, даже не отрицательный, а плюс-минус прима. Были выкидыши, очень тяжелые роды, недоношенный ребенок. Ставили ей и порог сердца, но потом не подтвердилось это. Вот сейчас ей 25 лет, и меня очень волнует. Вот захочет она стать матерью, чтобы у нее не было тех же проблем и того пути. И захочет или сможет? Захочет или и сможет ли? Вот вопрос у меня такой, вот с отрицательным резусом сейчас. И как к вам попасть на консультацию? Спасибо. Спасибо за вопрос. Начну с конца. Попасть к нам на консультацию несложно, еще раз повторю. Надо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. И там, если врач женской консультации сочтет, что есть тот круг проблем, которые могут помочь решить в федеральном центре имени Алмазова, в частности в перинатальном центре, выдают это направление на консультацию к нам, и мы консультируем на бюджетной основе, бесплатно. Что касается ваших опасений насчет вашей 26-летней дочери, я вам должен сказать абсолютно убежденно, что, во-первых, ваши проблемы в ее случае могут, скорее всего, и не повторяться. Более того, возможности на сегодняшний день у женщин, которые имеют отрицательный резус-фактор, какие-то подгруппы крови, помочь им улучшить протекание беременности, возникновение ее, они на сегодняшний день, ну, можно сказать, максимальны. Это проблема, которая решается достаточно хорошо на сегодняшний день. Но надо знать, что на сегодняшний день с вашей дочерью происходит. Может оказаться так, что она не нуждается ни в какой медицинской помощи. А все и так хорошо. А все и так хорошо, конечно. И дай бог, чтобы так было. 635-85-72, номер нашего телефона. Алло, мы вас слушаем. Да, говорите. Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Геннадьевна. Значит, у меня такой вопрос. Вы знаете, у меня про детей. Первому ребенку 20 лет. 3 мая исполнилось. Это девочка, да? Я ее рожала, как бы, да, в патологии сердца, в 13-м роддоме. Замечательно родила. Ну, спасибо большое врачам. Все хорошо. Второму ребенку рожала. Сейчас второму ребенку уже 15 лет. Там даже, как бы, не было. Там вообще ничего не говорили о патологии сердца. Все хорошо было. Даже ничего не установили. Ну, мало ли, думаю, все изменилось. Все хорошо. Замечательно. Все хорошо. Третий ребенок вообще получился неожиданно. Понимаете, мне было 43 года. Понимаете? Я уже думала, что все, как бы, там, ну, это клеймо. Ну, у меня возраст какой, да? Сами понимаете. Я родила. Тоже, как бы, говорили, там, с сердцем были патологи. Там, да, там, ЧПУ, сердце, там, все, там, были проблемы, да? Нормально. Родила в роддоме. Слава ему. Спасибо большое. Вот врачам здраво-то роддома. Огромное спасибо. Я двух детей там родила. Второго и третьего ребенка. Там такие врачи. Вот, понимаете, вот лучше их нету. Ему огромное спасибо, Лиза Павловна. Мы за вас тоже. Я просто не хочу сказать. Да, спасибо большое. Скажите, пожалуйста. А вот дальше, понимаете, вот мне, как бы, когда я ходила, понимаете, у меня проблемы были с сердцем. И еще с суставами были проблемы, да? Мне сказали, приходите, пожалуйста, потом дальше будем разбирать. Когда я после родов третьего ребенка пришла в нашу приклинику, в мою приклинику пришла, да, и мне сказали, простите, вы в 43 года родили третьего ребенка. Невозможно это. Продолжите какую-то помощь от нас. Да выздоровей всех здоровых. Все понятно, мы вас понимаем, мы вас поздравляем, то, что вы в 43 года родили третьего ребенка, это чудесно. Эдуард Владимирович, плавно подошли к вопросу о том, что женщины беременны, соответственно, после 40 лет. Ведь их, насколько я понимаю, в нашей стране очень долго как-то вот, ну, опасались, да, то, что можно беременеть после 40 лет, называли старородящей матери. После 25 уже говорили старородящей матери. Да, я думаю, что для вашего перинатального центра это уже не проблема абсолютно никакая. Отношение изменилось к подобному роду вопросу, я правильно понимаю? На самом деле, знаете, я думаю, что ни в какой ситуации не надо впадать в крайности. В чем заключается смысл? Понимаете, конечно, мне тоже всегда не нравилась вот эта формулировка старая, да, да, ужасная, звучит она ужасно, некорректно и неприятно. Неэтическая. Но, знаете, ведь, как говорится, в любой шутке есть доля шутки, а есть доля правды. И вот в чем заключается доля правды? Чем в более поздние сроки, в более позднем возрасте у женщины наступает беременность, тем выше вероятность наличия различной генетической патологии у ребенка, в частности того же синдрома Дауна, да. И, конечно, до 40 лет это одна картина, после 40 лет другая картина. Поэтому после 35 лет любая беременность, первая она или вторая, все женщины в первом триместре беременности, то есть в первые три месяца беременности, и во втором триместре, естественно, должны пройти медико-генетическую консультацию. Для того, чтобы исключить или, по крайней мере, диагностировать то, что происходит с плодом, кто развивается, да, какой плод, какой ребенок. И женщина должна об этом четко знать и быть четко информирована. Конечно, рожают женщины в разном возрасте. И в промежуток от 40 до 45 количество таких женщин действительно стало значительно больше. Это связано и с изменениями социального климата в стране, да. Ну, вообще мир изменился. В Америке, на которую вы ссылались, там, видите, очень много таких, которые рожают после 40. Немало, да. Ну, знаете, тут как бы есть очень много нюансов. Допустим, женщина после 40 лет рождает пятого ребенка. Одна ситуация. В 43 года рождает первого ребенка. Другая ситуация. И для женщины, и для ребенка. Поэтому все очень индивидуально. Ну, конечно, вот мой совет, и как врача-кушера-гинеколога, и как мужчины, да, и как гражданина, если хотите. Конечно, детей надо рожать в достаточно молодом возрасте, стараться, да. Стараться, ну, по крайней мере, первого ребенка действительно родить лет до 35. Как бы не хотелось сделать карьеру женщина в наше время, как бы не хотелось пожить для себя. Все-таки, если она в браке, если есть у нее муж или постоянный партнер, как ни назови, да, и если у них есть какие-то совместные виды на жизнь и планы, конечно, лучше выполнить репродуктивную задачу. Чем раньше, тем лучше. Опять-таки, я не сторонник совсем ранних беременностей. Совсем ранних беременностей? Ну, 14-15 лет. Да и 16 для наших северных широт, наверное, не очень правильно, да. Ну, то, что как бы у нас определено законодательством, после 18 и до 28-29 родить первого ребенка, это просто шикарно, да. Ну, можно и чуть позже. До 28, да? Ну, это было бы идеально, скажем так. Ну, вы знаете, при желании можно совместить и все, и родить ребенка, и пожить для себя, и карьеру сделать. Это главное стратегическое планирование. Для себя это правильно, на самом деле, да? И не семья. Потому что, понимаете, ребенок, он же, ну, в любой семье он необходим. То есть семья без детей, это не совсем семья. И, конечно, наша беда, ведь, вот немножко, может, отвлекусь на пару секунд буквально, ведь, понимаете, мы находимся в такой серьезной демографической яме до сих пор. У нас кризис полнейший. Да, у нас на огромной территории мы продолжаем оставаться самой большой страной в мире. Да. Да, причем, как бы, с большим-большим отрывом от других территорий. Проживает по официальной переписи 144 миллионов населения. В той же Америке более 300 миллионов. Да. А мы жили в стране, Советский Союз, которая называлась, которая вышла на рубеж 268 миллионов к моменту своего распада. Вот мы потеряли 120 миллионов населения. Практически половину, если мы так округли. Да, практически половину. Потом, у нас смертность в стране, она значительно до сих пор превышает рождаемость. Умирает людей больше, чем рождается. Это такой феномен, он называется русский крест. Был период в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, когда в год у нас убыль, естественная убыль населения составляла 1 миллион человек. Сейчас она сократилась. Благодаря, в общем-то, такой политике государства, которая фактически стимулирует рождаемость, и материально, и идеологически. Вот видите, даже создание этих перинатальных центров. Да, вот как раз создание перинатальных центров, это действительно большой сдвиг. Давайте мы прервемся на рекламу. Ей еще никто не отменял, а потом продолжим. Мы вернулись в прямом эфире канал «Санкт-Петербург». Продолжается день гордо. У нас идет телевизионная консультация в прямом эфире. Масса вопросов мы затронули, потому что у нас очень авторитетный человек в студии. Заместитель главного врача по перинатологии и педиатрии Алмазовского центра, и в том числе заведующий кафедрой агушерства и гинекологии Северо-западного госмедуниверситета имени Мечникова, доктор медицинских наук Эдуард Комличенко. Вы смело можете звонить по телефону прямого эфира 635-85-72. Есть ли у нас телефонный звонок? Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Наталья, мне вот 39 лет. Мне сейчас будет через три дня. Я каждый год с 34 лет делаю КО. Вот сейчас мы делали 1 мая подсадку, вот жду эти 14 дней. Скажите, почему у меня вот сейчас сто раз и не получается? О, интересно. Вот ответить на такой сложнейший вопрос. А скажите, пожалуйста, в каких клиниках вы делаете ЭКО? Я четыре раза делала платно, это иналмед. Пятый раз я делала бесплатно Ваба Петер из Кандинавии. Сейчас вот я сделала, вот второй раз, два раза можно же бесплатно. Я сделала на Комсомола четыре. И вот сейчас 14-й день? Нет, сейчас у меня только пятый. Вот 14-й пойду сдавать на ХГЧ. А, вы еще на ХГЧ не сдавали, да? Еще нет, еще рано. Ну, мне, во-первых, хочется вам пожелать удачи в этой попытке. Нам всем хочется вам пожелать удачи. Знаете, хочу вам сказать, что, конечно, мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда женщины не единожды, так скажем, выполняют циклы ЭКО, и удается получить беременность иногда с пятой, шестой, седьмой попытки. В законодательстве европейских стран, которые умеют считать деньги, предусмотрено шесть бесплатных попыток для женщины, которая согласна в каждую попытку подсаживать только одного эмбриона. То есть даже там, при том, что, собственно говоря, они пионеры этих технологий, есть понимание, что эта ситуация не так просто решается. В лучших клиниках, которые занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями, практически выход, то есть из четырех циклов ЭКО, рождается один ребенок. То есть выход 23-25% в общем при этой технологии по рождаемым детям является идеальным. И, как считается, популяционно даже вряд ли удастся его превысить. Что касается вашей ситуации, я хочу сказать следующее. В этот раз, раз уже вот все произошло, я еще раз хочу вам пожелать удачи. Если не хочется даже язык не поворачивается говорить, что будет какая-то неудача, пожалуйста, приходите к нам на консультацию в перинатальный центр, в наше отделение вспомогальных репродуктивных технологий. Мы постараемся внигнуть вашу проблему и помочь, чем сможем мы помочь. Может быть, нам удастся в этой ситуации как-то вам, так скажем, помочь. Но мне бы хотелось, чтобы в этот раз у вас все получилось. Мы тоже желаем. Телефон, желаем удачи, чтобы все получилось. Телефон прямого эфира 635-85-72. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, мне 34 года. И 8 недель назад я узнала, что у ребенка... Единственное, что он врачает, это такое радостное событие в моей жизни, это то, что мой муж и я, мы принимали антибиотики до зачатия, я, соответственно, 3 месяца до зачатия, он 2 месяца до зачатия. Поскольку мы не планировали, так получилось, и поскольку мои волнения связаны с этим, мой вопрос, выдержали ли мы сроки после приема антибиотиков для зачатия, если же нет, то каким врачам и в какие клиники я могу обратиться с заквалифицированной помощью в этом случае, нужно ли мне рожать, не нужно, если да, то, что нужно делать в этих случаях и так далее. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие антибиотики вы принимали, именно вы, не муж, об мужа даже можно особо не беспокоиться, и за какое время до наступившей беременности вы окончили прием антибиотиков? Ну, точное название я вам не скажу, потому что я принимала за 3 месяца до зачатия, поэтому я их уже забыла, они вылетели из головы у меня уже. Я вас готов успокоить, все будет хорошо. Но если у вас есть какие-то сомнения, и вы бы хотели их разрешить, вы можете получить полноценную консультацию в медико-генетическом центре Тобольская, 4. Спасибо большое. Я еще раз напомню номер нашего телефона 635-85-72. Соответственно, можно продолжать звонить. Я вот такой вопрос задам, Эдуард Владимирович, время у нас все-таки заканчивается, и поэтому нам приходится подводить итоги определенные. Давайте, чтобы наши зрители, телезрительницы, прежде всего, были спокойны. То есть, благодаря вашему перинатальному центру, в Алмазовском центре, опять же-таки, теперь проблемы и бесплодия, и проблемы ЭКО, и проблемы всевозможных дефектов плода, соответственно, боязнь женщин забеременеть из-за каких-то других патологий. Теперь эта проблема, на самом деле, решается и очень удачно. Можно сделать такой вывод? С определенной долей оптимизма, конечно, можно. Конечно, ситуация значительно улучшилась и улучшается. Естественно, не все проблемы решены. Но что я вам хочу сказать, что действительно появилось новое лечебное учреждение, новое очень современное подразделение, которое не имеет аналогов в Российской Федерации. Собственно говоря, и в европейском опыте аналоговых таких систем мы особо не встречаем. Опыт, который мы приобретаем, он нас самих обнадеживает. Нам нравится то, что мы делаем. Нравятся те результаты, которые удается получать с использованием современных лечебно-диагностических технологий. Нравится, что удается помочь тому контингенту пациенток и маленьких детей, которым, ну, раньше, может быть, и не удавалось помочь, или помочь не так качественно. Хочу, вот так, как говорится, всегда в голове остается последняя фраза. Пять секунд у вас. Так вот, пять секунд. Желательно обращаться к врачам и в женскую консультацию к нам на тот момент, когда беременность только-только развивается. Спасибо вам большое. Извините, я вас вынужден, например, вышли, иначе мы просто не успеем обращаться с телезрителями. Эдуард Комличенко, замглавврача по перинтологии и педиатрии Федерального центра сердца, крови и эндокринологии Милалмазова. Спасибо вам большое, что пришли и поговорили. Спасибо большое. Вот, видите, как оказалось мало времени, да? Ну, приходите еще поговорим. Коротко проанонсируем. Не забудьте, 9 мая, День Победы, праздников будет много на Дворцовой площади и не только. Увидимся 10 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова